Всем огромный привет! Рада видеть вас на своем канале! Этот дизайн я показывала, многим он очень понравился. Мне очень приятно было читать ваши комментарии. Кстати сказать, я читаю всегда все ваши комментарии, но, к сожалению, из-за нехватки времени не могу отвечать на них все. Но я все принимаю и учитываю. Приятные комментарии всегда вызывают у меня радость и улыбку. Критику всегда учитываю, в следующей работе стараюсь применить ваши советы. Но не всегда получается с первого раза, но честно, я стараюсь. Спасибо вам большое за интерес и участие в моем канале, в моей работе, да и в моей жизни. Тем временем я снимаю старый материал. Фреза керамическая кукурузка с синей насечкой. Снимаю где-то на 12 тысячах оборотов. Я перешла с керамической кукурузки с красной насечкой на керамическую кукурузку с синей насечкой. Так как она быстрее снимает материал и, соответственно, время на этом этапе я трачу меньше. Сразу убираю длину. И убираю все отслоившиеся частички ногти снизу. Жалко пчелку, но ничего не поделаешь. Убираю пыль. Пилочкой выравниваю свободный край. Форму оставляю квадрат, но сглаживаю немного углы. Выравниваю поверхность от неровности, оставленных фрезой. По максимуму сглаживаю ступеньку и убираю глянец от рожей части натурального ногтя. Пушером отодвигаю кутикулу. Это нужно делать очень аккуратно и обязательно интересоваться у клиента, причиняют ли ему эти действия дискомфорт. Все руки разные. Эти ручки я знаю, поэтому как работать с ними тоже знаю. Но бывает, что ногтевая пластина у корня мягкая и резкие надавливающие движения могут ее повредить. А если глубоко завести в подкутикульное пространство пушер, то можно повредить даже матрикс. Так что пушером работать нужно очень аккуратно, мелкими пододвигающими движениями убирать птерики и кутикулу. Лично я с такой ситуацией не сталкивалась, но моя подписчица Крис Джи поделилась своим опытом и я считаю, что это очень важно. Поэтому передаю ее опыт вам. Работать в принципе на любом этапе маникюра нужно аккуратно и не спеша. Тем временем я вычищаю птерики фрезой пули с синей насечкой на 10 тысячах оборотов. К ногтевой пластине практически не касаюсь. Если нужно, своим большим пальцем оттягиваю кожицу вверх, чтобы видеть, что еще нужно вычищать. Фрезуя шар, на ней была синяя насечка, счищаю всю сухую кожицу. Обороты где-то 7-8 тысяч. Прохожу шаром по внутренней части кутикулы. Поднимается кантик сухой кожицы. Теперь подцепляю ее шаром и счищаю надавливающими движениями. Стараюсь зашлифовать, но не останавливаюсь на одном месте, так как клиенту будет горячо. Все перемешиваю жаром. Наношу бескислотный праймер. У меня есть и кислотный, и бескислотный праймер. Я раньше думала, что кислотный праймер применяется под твердый материал, то есть гель, акрил, сейчас уже и акригел или акрилатик. А бескислотный праймер наносится под гелевую систему. Но пообщалась с производителем одной торговой марки. Так вот, они сказали, что в основном лучше работать бескислотным праймером, чтобы меньше травмировать ногтевую пластину. Но если ногти проблемные, то есть слабые от природы, тонкие, ломкие, из раза в раз клиент приходит с отслойками, то в таком случае лучше использовать кислотный праймер. Лично я придерживаюсь теперь этого совета. База наношу выравнивающим слоем. Бывает клиент в лампе руку неровно держит и база затекает. В этом нет ничего страшного, фрезой все быстренько убирается. Предвидя ваши вопросы, сразу отвечаю. Не представляю, как без аппарата можно убрать затек. Я не пробовала, но мне кажется, пилкой залезть и вычистить все невозможно. Ну, возможно, я ошибаюсь, просто я не пробовала. Но аппаратом это делается очень быстро, легко и абсолютно без проблем. Наношу цвет. Я привыкла первый слой наносить тонким слоем, чуть не доходя до кутикулы. А вот на втором слое хорошо прокрашиваю ноготок и выравниваю кутикулы по бокам. Теперь дизайн разными цветами рисую кружочки. Сначала фиолетовым. Немного размываю кистью смоченной в обезжиривателе. То же самое делаю со вторым цветом. Размываю обезжиривателем. И третий цвет. С черным гель-лаком рисую стебель и от серединки вытягиваю лучики. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Перекрыла уже все ноготки топом. И теперь белой арт-пастой дублирую некоторые лучики. В моем инстаграме этот дизайн многим понравился. Поэтому решила его показать. Дизайн не броский, но по-своему яркий, летний. Надеюсь, вам было интересно и полезно это видео. Если это так, ставьте ему лайк. А если понравился дизайн, оставляйте цветочек в комментарии. Мне будет очень приятно. Подписывайтесь на канал. Нажимайте колокольчик, чтобы не пропускать новые интересные видео. Всего доброго. Хорошего дня.